— Продолжается «Можеский понедельник» на 101.0 ведут передачу Николай Голиков и Владимир Сметалин. — Добрый день, приветствуем еще раз вас. От темы дольщиков обманутых мы уходим. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы новые случаи появлялись, и новые поводы для того, чтобы говорить на эту тему. Но когда же все-таки наладится-то, и не будут обманывать людей, и все получат свои законные квадратные метры? — Через три года наша страна откажется от системы долевого строительства, и тогда долевое само понятие «обманутый дольщик» пропадет. — Лишь бы все вопросы были с обманутыми дольщиками урегулированы к тому моменту, потому что с 2005 года, когда закон о долевом строительстве вступил в силу, просто тысячи и тысячи людей, а может даже десятки тысяч по всей стране, пострадали от недобросовестных застройщиков. Ну, как мы вас предупреждали в первом части, сейчас мы хотим говорить об итогах Олимпиады, 23-й зимней Олимпиады, которая завершилась накануне в Южной Корее, в Пхенчане. Ну, давайте освежим информацию о том, какое место наша команда заняла. Как известно, официально мы там не выступали, как российская сборная. — Всем понятно, что Россия выступала, Россия как бы в общекомандном зачете, она числится не только в наших сводках, она числится во всех мировых сводках, она заняла 13-е место. У нашей делегации две золотых медали, я думаю, напоминать не надо, что это Алина Загитова в фигурном катании, и наша мужская сборная по хоккею, которая, так сказать, вчера утром нас всех порадовала. — То есть это все равно считается как одна медаль? — Это одна медаль, да, одна медаль. Но вот я просто помню еще, Володь, перед началом Олимпиады кто-то из наших слушателей сказал, что вот когда речь шла, помнишь, ехать, не ехать, кого посылать, кого не посылать, он говорит, надо посылать фигуристов, хоккеистов. И они говорят, нам стопроцентное золото обеспечит всех, остальных не обязательно. — Но вот предсказание сбылось. — Предсказание сбывается, да, то есть фигурное катание и хоккей принесли нашей делегации, две медали золотые, еще у нас шесть серебряных медалей, девять бронзовых, всего 17 наград. То есть если брать на сравнение с другими Олимпиадами, это, конечно, немного, но с другой стороны, помнишь, прогнозы, которые давались, что вот поехали немолодые, не обстрелянные, это еще что-то, еще что-то. — Ведущих не пустили, отстранили. — Ведущих не пустили, мне кажется, это прекрасный был шанс, в том числе и до молодых спортсменов, а во-вторых, те, кто поехали, они, так сказать, честь страны, которая их послала, не посрамили, мне кажется, прекрасно. — Ну, то, что мы заняли в общекомандном зачете 13-е место, я вижу какой-то символизм в этом, да, такая чертова дюжина. — Я не думаю, что на этот символ нужно особо обращать внимание, по крайней мере, да. 17 медалей для такого вот, в таких условиях собиравшаяся делегация, когда ведущие спортсмены были недопущены по различным причинам, это, мне кажется, нормально. — Ой, не знаю, что случилось на этой Олимпиаде опять, но опять два случая, да, у нас ведь было, собственно, запрета дисквалификации. Во-первых, это керлингист, вот уж не ожидали мы, что керлингист будет Мельдонию принимать. Не знаю, принимал он или не принимал, на самом деле, но речь идет об Александре Крушилинском. — Я понял, да, о ком ты говоришь, это, конечно, вызвало скорее какое-то недоумение, вообще даже скорее улыбку, чем какую-то озлобленность или недовольство, потому что, ну, казалось бы, ну что уже. Ну, а что делать, Мельдония продается у нас в аптеках, может быть, его принимают совсем по-другому. — Это мы сейчас не рекламируем. — Да? — Нет. — Ну, и второй случай, это бобслеистка Надежда Сергеева, у нее был найден запрещенный препарат, не знаю, не запрещено его произносить, триметазидин, вот так вот называется. — Ну, вот, может быть, не запрещено произносить, но трудно. — Но трудно. — Вот, Володь, сейчас я думаю, что к нашему разговору присоединится Светлана Медведева, президент Олимпийского совета Кировской области. Ну, уж, говорится, как президенту Олимпийского совета, а кому еще не говорить об итогах Олимпиады? — Конечно. Светлана Валиславовна, добрый день, мы рады приветствовать вас. — Добрый день, друзья, давно не виделись, не слышались. Здравствуйте. — Да, здравствуйте, здравствуйте. Как вы оцениваете, Светлана Валиславовна, итоги Олимпийских игр для наших спортсменов, в целом для Олимпийского движения? — Ну, в целом для Олимпийского движения, я думаю, это большой урок, политический урок, так скажем. Россию победить невозможно и унизить Россию невозможно. Россия приехала на Олимпийские игры совершенно молодым, юным составом. Незнакомые ребята взяли и завоевали медали самого высокого достоинства на Олимпийских играх. И если, скажем так, в фигурном катании не произошло сенсации, то лыжники откровенно порадовали. — Большинство медалей именно лыжники, да, мы тут пояснимо принесли? Половину, вернее, половину. — Да, тут особенность даже не в том, что они завоевали много медалей, а то, что открылись новые имена. У нас, к сожалению, бывает так, что менеджеры часто отдают предпочтение именитым спортсменам. А молодежь остается зачастую заказом, и некоторые из них, не успевая раскрыться, покидают спорт. Вот как ни странно звучит, этому поколению лыжников просто повезло, что сложилась такая ситуация. В частности, наш Алексей Червоткин так и мог остаться все время известным юниором и не стать великим взрослым лыжником. А сейчас это действительно триумф Елены Вяльбе, как руководителя федерации. Она подготовила очень серьезную скамейку запасных. Ну и ребята, конечно, и на воле, и на том настроении, что нужно доказать, что Россия сильна. Несмотря ни на какие трепоны сделали, очень часто невозможно. Про фигуристов нечего и говорить. Эта школа фигурного катания сильна всегда. Но две наши девочки, чемпионки, это просто золотой фон спорта, которые навеки войдут в историю Олимпийских игр. Так что я считаю, что несмотря на всю трагичность ситуации, Россия вновь с честью вышла из той ситуации, в которую ее ставили. Спасибо, Светлана. Понятно все. Еще вопросы? Да, еще, конечно. А как вот эти два случая с допингом оцениваете? Что это? Там многие специалисты уже высказались, подставили, подбросили или что-то, не знаю. Как это вообще можно сделать? Ну, тут действительно будет повод для разбирательства. То, что в керлинге не используется в принципе допинг. Я думаю, что здесь имел в случае элемент подставы, как вы говорите. Но в каждом отдельном случае нужно разбираться отдельно. Да. Но что хочу сказать, что очень осторожными нужно быть спортсменом. Если спорт все-таки сейчас пришел в открытую плоскость официальной политики, то на войне как на войне. То есть стараться избегать каких-либо контактов с незнакомыми предметами, да? С незнакомыми предметами. Препаратами. Еду, воду и прочее. Все возить с собой. Ну, в общем-то, логично. В общем-то, логично. Кстати, накануне в связи с победой наших хоккеистов, наших болельщиков в Кировских поздравил бывший глава города Кирова, ныне председатель УЗС Владимир Быков. Вот я цитирую. После победы на Олимпийских играх, которую мы ждали 26 лет, в нашей школе по хоккею с шайбой будет наплыв желающих. Тем более, что хоккей в Кировской области развит. У нас есть чем гордиться. Вы тоже думаете, что на таком фоне родители поведутся? Вы знаете, у нас нет недостатков желающих записаться в школы хоккея. Из года в год существует конкурсный отбор. Конкурсный отбор, на самом деле, да. Внимум, 5-6 человек на место претендуют при записи в государственную спортивную школу. Желательно, чтобы открывалось побольше дворовых команд, из которых ребята уже могут прийти в спортивную школу подготовленными и на конкурсе показать себя с лучшей стороны. Следующая Олимпиада будет, как известно, в Пекине в 2022 году. Что бы вам хотелось, чтобы изменилось за эти 4 года? В российском спорте, в олимпийском движении, на мировом уровне? Ну, мне бы хотелось, чтобы вот такая грозовая ситуация в мире вообще в принципе закончилась. Вот это противостояние, которое никому не нужно ни в экономике, ни в политике, ни в спорте тем более. Но Китай – это совершенно другая страна, имеющая собственную позицию. Я думаю, что по поводу Олимпийских игр Китай сможет занять твердую позицию по соблюдению всех положений Олимпийской харти. А это святое? Да, для Олимпийского движения, да. Но в последнее время мы видим, что это попирается, как только можно. Но всему должен прийти конец и должны воцариться четкие правила. Тем более, что это спорт. Спасибо большое, спасибо, что вышли на связь с Светланой Медведевой, президент Олимпийского совета нашего региона. Мы сказали, кто первые три места занял в медальном зачете? Нет, мы об этом не говорили, мы все как-то больше про Россию. Мы говорили, норвежцы оказались первыми в этой четырехлетке. 14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых у них медалей на втором месте. Германия, да, которой мы не дали занять первое место, потому что если бы они еще хоккейные получили золото, они были на первом. А это правда, что когда в финал наши вышли, букмекеры чуть ли не 90% давали вероятность, что именно наши, именно россияне. Ну, как бы Германия никогда не была лидером в хокке с шайбой, да, все-таки согласились, да, таким вот общепризнанным. Случай какой? Да, но опять же, как сложился матч, который потребовал из Вне Авертайма, да, и так далее. То есть, как бы, на самом деле, они очень хорошо подготовились. Но Германия заняла в итоге второе место, у них 14 золотых медалей. Как у норвежцев, но меньше серебра, всего 10, и меньше бронзы, всего 7. На третьем канадцы. Да, хваленые канадские профессионалы, да. 10 бронзовых, и, собственно, дышит этой тройке в спину Америка. Северная. Северная Америка, Северная штата. Так, небольшая у нас сейчас пауза будет, 211-101, вы тоже можете поучаствовать в нашем разговоре. Правда, мы еще будем специалистов набирать. Вот пытайтесь дозвониться, если хотите высказаться. Пауза. Продолжается обсуждение итогов Олимпиады, которая накануне завершилась в Южной Корее. Олимпиада зимняя, как известно. Следующая пройдет через 4 года в столице Китая. Мы тут озадачились. Николай, вернее, озадачился. Почему мы 26 лет победы-то ждали, да? Где там был сбой, вот я выяснил, спасибо Википедии, действительно, в Альбервилле мы завоевывали в 92-м году золотые медали Олимпиады в хоккее. А следующая Олимпиада была не через 4 года, как сейчас, она была через 2 года. В 94-м было это в Лилихаймере. Именно вот с этого года Олимпиадские игры. Я смотрел, но как-то не запомнилось, да, что они в один год проходили. Я хотел бы напомнить, у нас на сайте есть опросы нашей группе ВКонтакте по результатам выступления российской сборной на Олимпиаде в Корее. И три варианта ответа, которые мы как бы вам предложили. Это я доволен, они сделали все, что могли иметь наши спортсмены. Я недоволен, можно было выступить лучше. Ну, или третий вариант, мне все равно, я не болельщик. Есть ли какие-то результаты, Володь? Смотрю на сайте kirova.ru, там лидирует вариант ответа. Я доволен, сделали, что могли. А, нет, простите, он не лидирует, он равное количество процентов занимает, мне все равно, я не болельщик, по 40 процентов. И, соответственно, 20 процентов недовольных. Они уверены, что было бы лучше. На нашей странице ВКонтакте 55 процентов, это лидирующий вариант. Я доволен, сделали, что могли. Надо тут признаться, что мы с Ниголаем не очень следили за зимней Олимпиадой. Ну, по крайней мере, мы все равно информацию получали. Но мы какое-то удовлетворение испытываем. Я, по крайней мере, точно испытал удовлетворение, потому что, кстати, и Светлана Медведева тоже очень правильно сказала, что за счет вот этого запрета, который был на выступлении наших ведущих спортсменов, молодежь смела себя показать, и это очень хорошо, это очень правильно. Тут есть комментарий на нашей странице ВКонтакте от Александра. Без Мельдония нельзя было лучше. Что она имеет в виду? Я не понял. Давайте пообщаемся еще с одним спортивным специалистом. Мы приветствуем в нашем эфире, прямом эфире, Евгения Душкина, который на протяжении полутора десятков лет возглавлял Кировскую Дюсшу номер пять. Куратор проекта «Они играли за Динамо». Евгений Алексеевич, добрый день. Добрый день. Добрый день, Евгений Алексеевич. Хоть и футбол не является зимним. Евгений Алексеевич, он, знаете, над ним футболом никогда не ограничивался. Он, так сказать, любитель всего, всего, что движется. И вообще спорта как такового. Тех видов спорта, Николай. Да. Евгений Алексеевич, порадовались искренне вчера за наших хоккеистов? Да, естественно. Смотрели? И мне очень понравилась концентрация игроков, решающих секунды игры, которые перевернули всю игру в нашу сторону. Это очень даже обрадовало всех. 4-3 мы победили, да? Да. Евгений Алексеевич, вот тоже вопрос такой у нас тут возник, немножко обсуждали. Все-таки как-то вот даже удивительно. Почему так сложно далась победа над немцами-то? Вроде никогда они в лидерах не ходили мирового хоккея. Ну, в целом институте существует развитие хоккея во всех странах, как в таких ситуациях располагаться игрокам, и как действовать дальше в различных ситуациях. Немцы досконально изучили систему нашей игры, и, естественно, нас, как можно сказать, тащили к бортам и толкались. Видели ведь, да? Ну да. Вся игра была до четвертого периода в бортах, в углах. Вот они такую систему избрали. То есть они грамотно подготовились? Растаскивали наших по бортам? Да, они, да. Они очень грамотно провели все. Так что тут это не первый раз. И наши тоже иногда действуют после таких же своей системы, своей тактики. Так что удивительно, что ничего нет. Вот то, что 4 на 4 стали играть в четвертом периоде, то тут оказалось, что мы тут очень сильные владели инициативой, и, естественно, победили. А вообще, Евгений Алексеевич, вот если отвлечься от хоккея, вообще в целом выступлением россиян на Олимпиаде этой, вы как? Вот вы довольны или, может быть, считаете, что могло быть лучше? Ну, лучше это может и не быть лучше. Но то, что наши участвовали в Олимпиаде, и им разрешили Олимпийский комитет международный участвовать, это было бы здорово. И отказываться было бы, конечно, глупо. А вот я всегда пример привожу. У нас был известный дескт-теборец Григорьевич Диктерев. Как я помню, даже у него до сих пор мировой рекорд дескт-теборец существует. И у него была возможность быть Олимпийским чемпионом. Но наши, по воле руководители государства Брежнева, отказались ехать в Америку. Это 1984 год, да? Да. В Лос-Анджелесе. Или 1974. 1984, да. И в итоге многие сотни игроков, которые хотели себя проявить на этих соревнованиях, по сути дела прекратили участие в соревнованиях, и у них не было стимула дальше развиваться. И в итоге возраст уходит, да? Возраст уходит. Да. А здесь как бы молодые смогли выступить, да? Да. Молодые выступили очень здорово. То есть вам... И несомненно, Кировской области болит в сердце. Душа требует, чтобы наши выступали лучше. У нас очень много способностей спортсменов. В всех видах спорта. Евгений Алексеевич, а попытайтесь сделать предположение, если бы все-таки наши ведущие российские олимпийцы не были отстранены от этих игр, то на какое место мы бы могли претендовать? Владимир? Да. Вот не хочется говорить о месте. Понимаешь, мы вот болеем не за место, а болеем за индивидуально за каждый вид спорта. Угу. Вот. И, конечно, мы бы не значительно, но мы бы лучше выступили. Стойки-то мы действительно были бы. Но что есть, то есть. И, конечно, надо довольствоваться этим. И сейчас очень рады ведь с двум золотым медалям все-таки, которые у нас популярны виды в России. Это фигурное катание и хоккей. Ну и по лыжам сколько? Сколько по лыжам медалей? Пусть не золотых, но все равно. По лыжам говорить нечего. Очень здорово выступили. И посмотрите, ребята не зацикливались. Мы там выступим хорошо, домой нет. Они просто бежали, работали и все. Талантливые ребята очень. А таких у нас очень много. Как-то будем надеяться на будущее. В целом, вы удовлетворены и горды за наших спортсменов. Да, мы очень горды. Спасибо. Спасибо большое. Евгений Душкин на протяжении 15 лет возглавлял Дюш номер 5, куратор проекта. Они играли за Динамо. И те, кто играл за Динамо, они периодически приходят к нам в студию. Ну да, и говорят о том, Динамо которого сейчас уже нет. Кстати, вот это очень верно. Заметил, мне кажется, Евгений Алексеевич, что именитый спортсмен. Выступать-то ведь труднее. Они под давлением находятся. Да, от них же все ждут чего-то. А молодой, ну что, не выиграет он. Ему ничего за это не будет. И не вспомнят. Да, и не вспомнят. Через какое-то время уже. Да, и не будут. А если получится, то вот такой взлет. То есть молодым всегда в этом плане легче. Они ничем не отягощены, скажем так, своим именем. Кстати, в составе нашей хоккейной сборной присутствует, я не говорю в прошлом времени, Василий Кошечкин. Он начинал свою карьеру, это, собственно, в Кирово-Чепецке, да? Вы в курсе этого? В составе клуба «Олимпия» в высшей леге Василий провел 10 матчей. Потом за «Ладу» выступал за «Акбар», сыграл «Северсталь», «Металлург». В составе сборной России голкипер принимал участие в пяти чемпионатах мира, между прочим, в 2007, 2009, 2010, 2011 и 2013 годах. Вот тоже достижение такое же приятное, да. Ну, мы будем еще связываться еще с специалистами Анны Альминовой, в том числе в нашем списке спикеров. Это замминистра спорта Кировской области, начальник отдела государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Ну уж кому, как не Анне, знать, собственно все подробности, в том числе и олимпийского движения. У нас есть слушатель, да? Алло, добрый день. Алло, добрый день. Добрый, как вас зовут? Александр. Да, пожалуйста, выскажитесь свои эмоции. Постараюсь каратенечко, но вряд ли получится. Во-первых, хочу поблагодарить всех молодых спортсменов, которые участвовали в Олимпиаде. И реально они показали себя. Молодцы, с большим спасибо. Отдельно очень раз запасы, только 5 олимпийских сынов, он к этому шел, и наконец-то стал чемпионом олимпийским. Как говорится, респект Лужуха. Но в отличие... Ему респект Лужуха, в отличие от наших спортивных функционеров. В 80-е годы, советские, всех было, если честно, поставить на Колыму. Потому что у нас идет кругом куморство. Развитие спорта вообще с собой нету неответственности никакой за результаты и так далее и тому подобное. И вот то, что случилось с нашей всей олимпийской сборной, я считаю виноватся всем поголовно, все спортивные функционеры, в том числе наше местное, госпожа Медведева, которая раньше была местная спорта Кировской области. Так, а ее вина тут в чем? Она ее вина в тучом, она направо и налево всегда кричала и говорила, что ей не нужен спорт высших достижений, ей нужен массовый спорт. А что такое массовый спорт? Это физкультура, которую преподают в наших школах. А вы видите, как ее преподают в наших школах? Стоят физруки, на которых стоят, ну, страшно смотреть, они сами далеко не спортсмены, и просто смотрят, как дети ходят вокруг двух берез на лыжах. И за это им ставят оценку. Это спорт или что это? У нас же есть работа детская, спортивная школа, и там все-таки уже другое, другая система. Есть желание у ребенка, у родителей. Медведева всегда толкала нас к массовости. А где массовость, там где результат-то? Какие там критерии оценки-то? Вот сейчас посмотрите, после госпожи Медведевой, что у нас осталось в области спорта? Есть вообще у нас в области? Его нет. Он здесь висит, ну, чуть-чуть еще остался, хоккей с мячом, на родителях висит. Ну, сейчас юность тебе дали там, не дай бог, ну, дай бог, точнее. Ну, не знаю, можно ли так персонифицировать, уж так, менять все одному человеку. Ну, я просто весь, по всей этой каши варюсь, все это вижу изнутри, грубо говоря, как бы, и вот, такое мое мнение. У нас нет ответственности. Она вот так вот начудила, извините за выражение, а сейчас она занимает опять должность такую высокую. Подождите, а на уровне страны кто может сделать какую-то отмашку, чтобы у нас все наладилось в спортивной отрасли? У нас, не заметили, как бы, ну, в течение обстоятельств такое в последнее время, пока в ВВП, ну, господин Путин не махнет ничего не делаться. Ну, у нас, да. Вот господин президент не захочет, чтобы был порядок, его не будет. То есть вы считаете... Вот вместе с Буткой я бы встал и ушел сам. А вот что он делает? Он дальше ходит, себя везде показывает, я такой, я секой, я хороший. А что он сделал до хорошего? Let me speak from my heart. Это просто ужас. Let me speak from my heart, да. Коротко, подчеркиваю, весь мой диалог, да, скажу, ужас. Ну, все-таки, конкретным спортсменам, победителям, давайте все-таки... Спортсменам молодцы. Спасибо, спасибо, спасибо скажу. Памятник при жизни стоит. В такой ситуации То есть, в общем, вы как бы итогами Олимпиады в целом довольны, да? Ну, Олимпиады в целом довольны, да. Ну, как вот именно выступала делегация? Молодцы, ребята, молодцы. Ясно. С лицом грязь не упали, особенно лыжники, особенно фигуристки наши девочки молодые, ну, и хоккеисты тем более. Спасибо. Спасибо большое. Александр, 211-101, номер нашего телефона. Мы сейчас прервемся на рекламу традиционную для середины часа, и у нас будет еще 15 минут для того, чтобы пообщаться и с вами, нашими слушателями, и с теми специалистами, с которыми заранее, собственно, договоренность, есть на созвон. Мы продолжаем, да, продолжаем наш разговор. Мы сегодня говорим об итогах выступления делегации спортивной России на Олимпиаде 2018 года в Пхенчане, которая завершилась вчера. Вот, обсуждаем, так сказать, делимся мнениями. Вот мы уже послушали, так сказать, и просто наших слушателей и специалистов в этом вопросе. И будем еще сегодня привлекать, так сказать, и других к разговору, людей, которые болеют за спорт, которые поддерживают нашу команду, которые смотрели эту Олимпиаду. Я сейчас читаю комментарии известных деятелей о вчерашней победе наших хоккеистов над немцами. Вот, Вячеслав Фетисов, ну, в представлениях не нуждается этот человек, да. Что он сказал? Я счастлив, он сказал. Мы с министром обороны смотрели с утра хоккей. Это, видимо, с Сергеем Кужугетовичем они там сидели. Счастливы все. В стране праздник. Во время празднования столетия Красной Армии красная машина сделала нам колоссальный подарок. Мы ей благодарны. Он заявил, что финал Олимпиады на то и является финалом, чтобы в нем не было слабых соперников. Однако, по словам легендарного спортсмена, он думал, что в матче с Германией нашим ребятам будет полегче. Ну, так, в общем-то, большинство болельщиков думали, но тем интереснее, тем интереснее был матч. Ну, что, сейчас поговорим, наверное, с Алексеем Кузьминым, с нашим предпринимателем, частым нашим гостем, депутатом Кировской городской думы пятого созыва. Алексей, добрый день. Добрый день, Алексей. Да, добрый день. Добрый день. Сегодня всем участникам нашего эфира, нашей программы мы задаем вопрос, как вы оцениваете выступление нашей команды, которая не под национальным флагом российским выступала, но все-таки выступила. Алексей. Да, да, слушаю вас. Да. Очень плохо слышно. А мы вас хотим услышать. Похвалите наших спортсменов или пожурите их. Ну, безусловно, наши спортсмены достойны только хвалебных слов и достойны только лишь уважительных откликов. Они старались. Спорт, это через, это всегда через себя нужно переступить, чтобы добиться каких-то результатов. Поэтому спортсмены наши молодцы. Я могу лишь пожурить наших спортивных чиновников, которые в этой ситуации опять вышли сухими из воды. Опять эти скандалы обошли их стороной. Никто не лишился ни своих постов, ни каких-то заслуги, привилегии, а по-прежнему занимает свое место и руководит нашим спортом. Ну, подождите, может быть, решения какие-то в ближайшее время все-таки будут приниматься? Разбор полетов устроят? Вдруг после президентских выборов серьезно перетряхнут? Ну, на мой взгляд, российские политические реалии таковы, что как минимум до ближайших выборов никаких политических решений и кадровых решений быть не может. Алексей, ну вот как на ваш взгляд? Все-таки это было правильное решение, что все-таки россияне поехали на Олимпиаду, да? Хотя были мысли такие, что как бы надо ее проигнорировать, пропустить там. Вообще, моя позиция такая, что спорт должен быть вне политики в любом случае. Здесь спортсмены показывают свои достижения, свои умения и навыки. И говорить о каких-то политических бойкотах я бы не стал. И правильно, что наши олимпийцы все-таки собрались с мужеством и не побоялись и поехали на эту Олимпиаду. Какой результат они показали? Ну, это уже другой вопрос. Это уже спортивные вопросы. Но, мне кажется, ситуация была такая, что они сделали правильный выбор. Еще другой вопрос заключается в том, что действительно оказывалось политическое давление, нам не давали выступить ни под своим флагом, ни петь свой гимн. Но, я думаю, с этой ситуацией ребята справились. Вы видели, как хоккейная сборная хором пела наш гимн. Поэтому, я думаю, в этом плане все нормально. То, что случилось с российской сборной именно на этих Олимпийских играх, как вы думаете, Алексей, это таким, не знаю, как даже назвать, задиренной такой останется навсегда в истории Олимпийского движения? Я думаю, эта ситуация вообще не красит Олимпийское движение. Здесь политика целиком и полностью вклинилась в спорт. И, безусловно, это не будет украшать вообще мировой спорт. И последний бойкот американских, канадских и чешских биопланистов, которые не поедут на наш чемпионат в Тюмень, ну, об этом говорит, что политика по-прежнему вклинивается в спорт, и это неправильно. Но есть надежда у вас на то, что через 4 года все-таки Олимпиада пройдет так, как и положено пройти, в соответствии с Олимпийской хорсией. Все под своим флагом. Я думаю, что да, спортивные успехи у нас только впереди. Спасибо, Алексей. Спасибо. Предприниматель, депутат Кировской гордумы пятого созыва. Напомню, что сейчас шестой созыв у нас, соответственно. Но я продолжаю читать комментарии по поводу вчерашней победы. Олег Знарок, главный тренер нашей хоккейной сборной. Следующий сказал, думаю, что этим золотом Олимпийских игр я ответил на все вопросы. Хорошо, лаконичная емкость. Этот матч для меня самый важный в жизни. Мы ведь говорим о том, что сборная в усеченном составе еще как-то то ли ехать, то ли не ехать. Ведь на самом деле 26 лет сборная по хоккею с шайбой, это наша, так сказать, национальная гордость, не побеждала на Олимпиадах. А в спортивном мире, в хоккейном, по-моему, чемпионат важнее. Ну, чемпионат важнее в футбольном и в хоккейном мире, безусловно, да. Но чемпионат-то проходит каждый год или каждые два года, да, условно говоря, там, в футболе раз в четыре года. А Олимпиаду тоже раз в четыре года, поэтому тоже довольно важное событие. В футболе, конечно, чемпионат важнее, а для хоккея, для хоккеистов олимпийские медали это все-таки ценная вещь. Пока еще не появлялась информация от руководителя нашего государства, что же наши олимпийцы и победители получат за свою победу. Но зато уже есть шутки. Победили немцев, так сказать, но немцы не в накладе, потому что всем победителям купят продукцию немецкого автопрома. Ну, видимо, так и произойдет, я прогнозирую. Обычно там премиальное Ауди, что-то там вручается, БМВ. То есть как раз немецкий автопром. Да, потом читаешь, тут кто-то из олимпийцев решил продать этот автомобиль, тут еще там продать. Ну, так зачем ему четвертая машина в гараже, да? Вот. Так, что же еще говорят наши известные люди, известные ее спортсмены. Вот, например, небезызвестную нам Светлану Журову ее комментарий нашел. Светлана, ой, простите, забыл уже, запамятовал отчество. Она же была членом Совета Федерации от Кировской области, да, в свое время. Она сказала, что смотрела вчерашний матч с удовольствием. Этот потрясающий матч. И это тот случай, когда хочется сказать в первую очередь спасибо нашим соперникам. На самом деле немцы сопротивлялись неистово. Они тоже понимали, что для них это историческая возможность завоевать золотую медаль и показали фантастическую игру. Кто-то из болельщиков высказывался, что это будет прогнозируемый финал. Но посмотрите, какая была интрига. Честно говоря, всех нас держали в напряжении до последнего момента. Сказала она. Я бы еще хотел ответить немножко на твой вопрос. То есть, помнишь, ты говорил о том, что могло бы случиться, если бы все-таки сборная России поехала на Олимпиаду в полном составе под своим флагом, со своим гимном, да. То есть, конечно, да, ты все, в общем-то, правы, что сослагательное наклонение здесь неуместно. Но есть некий такой забавный подсчет, да. Ну, дело в том, что медальный зачет, он есть медальный. Да, и как бы вот... Судят, собственно, по нему. Да, по подсчету, что если бы все-таки те, кто поехали бы на Олимпиаду и выступили бы в полную силу, да, то, возможно, сборная России не заняла бы первого места, но в топ-5, в список пяти сельдей, держав, попала бы совершенно точно. И есть еще интересный подсчет, что если бы, конечно, вот сборная России на самом деле поехала в полном составе, выступала в полную силу, то, вероятнее всего, этим самым не лишили бы норвежцев первого места. Потому что во многие дисциплины, где были норвежцы, как раз были бы соперниками у них наши сильнейшие спортсмены. Вот. То есть где-то в списке пяти наша сборная могла бы остаться. А на Олимпиаде в Сочи мы какое место заняли в общекомандном зачете? Если я не ошибаюсь, первое. Да? Да. Это было так давно? Ну, уж не говори-ка. Так, сейчас мы будем общаться с Алексеем Андреевым. Алексей был начальником отдела по делам молодежи администрации нашего города с 2011 по 2017 год. И кому как не ему говорить про нашу молодежную делегацию. Про нашу молодежную сигналенную делегацию. Алексей, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, вот предлагаем и вам тоже высказать свою оценку по поводу итогов Олимпиады для нашей команды. Как вам эта Олимпиада, Алексей? Ну, честно признаться, наверное, все-таки не так много внимания было приковано к ней, как к предыдущим Олимпиадам, которые удалось посмотреть. Понятное дело, что какие-то соревнования вот прям старался не пропустить и в телевизионной трансляции, и онлайн, и в записи. Смотрел, переживал, болел, как и любой, наверное, житель нашей страны, которому небезразличны спортивные успехи. Ну, как любой болельщик, скажем так. Да, как болельщик. А с точки зрения определенной специфики этой Олимпиады, все равно хорошо, что ребята увидели, что даже несмотря на какие-то препятствия, объективные, субъективные, наши спортсмены показывают действительно высокий класс. Причем именно молодые спортсмены. Там я и Алексея Чироворкина нашего, который, ну, можно сказать, кировский, так скажем, который бежал за нашу лыжную сборную на этапе и в итоге завоевал серебро. Ну, и, конечно, девочки, фигуристки, которые в верхней строчке предистала за ним, ну, и хоккеисты, которые порадовали, порадовали пацанами с Олимпиады. Это в любом случае, я думаю, хороший стимул. Это красивая точка вообще была у хоккеистов, да? Ну, у хоккеистов это просто, я думаю, тут вот прям все вспомнилось из истории, что было связано с противостоянием двух стран России и Германии. Ну, мне кажется, даже немножко с перебором вспомнилось. Ну, к сожалению, да, в некоторых вещах, да. Ну, я тут, на самом деле, без привязки к каким-то прошлым событиям оцениваю этот матч. Это было просто красивое, действительно, хоккейное большое зрелище. И Германия, они молодцы, на самом деле, вот мы сейчас разговаривали только что с ребятами, которые, ну, скажем так, на любительском уровне играют в хоккей, играют достаточно хорошо. И они прям восхищены были сборной Германии, ее тоже подготовка и физическая, и тактическая. Ну, и я сам, вот опять же, как просто кто наблюдал последний матч, четвертьфинал, полуфинал и финал, могу сказать, что немцы, конечно, красавцы были. Но наши, наши в любом случае лучше. Немцы удивили, наши были лучше. Вот, Алексей, еще такой вопрос интересный. А вот какое-то вот такое, не знаю, сильное, может быть, разочарование за эти олимпийские дни вас? Где-то вы, может быть, чего-то ожидали неожиданное, вот так случилось, так что, ну, просто расстроились сильно. Было что-то такое? Ну, я опять же, вот как, как человек, которому вообще все допинговые скандалы уже немножечко подмадоели, неважно, опять же, имеют они там какую-то реальную основу или они совершенно беспочвенную. Ну, понятное дело, что вот бронза в Керлинге, первая бронза в дабл-микске, вот, которая так бездарно, на мой взгляд, утрачена, это, естественно, самое главное разочарование. Я очень надеюсь, что там какое-то расследование будет, но оно, по большому счету, уже роли, наверное, не сыграет. Ну, по крайней мере, для меня точно и для большинства болельщиков. Потому что медаль уже забрали, передали на Рыжцам. Ну, что тут теперь, как говорится, после драки кулаками не машут. Даже это не будет какой-то объективный спорт. Алексей, ну, последний вопрос, вот вся эта история именно с этой Олимпиады и отстранения наших ведущих спортсменов, как скажется все-таки на начинающих, на юных спортсменах, на тех, кто еще только стремится в спорт. Упадет интерес или не упадет? У меня есть такая появившаяся с годами позиция, которую подкрепляют мои друзья-спортсмены, тренеры, знакомые, которые при всем уважении к массовому спорту, при всем уважении к обычным занятиям физической культуры, поддержанию здорового образа жизни, они мне всегда говорят, Леш, вот без профессионального спорта стимул все равно не тот. То есть ребятам, особенно, которые планируют действительно чего-то добиться в том или ином виде спорта, им нужно видеть реальные, живые примеры, желательно в нашей стране, а не за ее пределами, чего добиваются люди, таких успехов, какие рекорды ставят. Для этого, естественно, профессиональный спорт должен, ну, по крайней мере, наши спортсмены, опять же, профессионально должны выступать на высоком уровне и на Олимпиаде в первую очередь показывать класс. Когда такого возможности нет, то, естественно, ну, я надеюсь, что это не как все-таки на наших ребят, ну, в первую очередь, на молодых ребятах, выглядывать в другие регионы. А вот про Кировский могу сказать, что, ну, та же хоккейная победа, да, вот, финальная точка, она в любом случае подстегнет ребят, которые уже шайбой занимаются, хоккеем с мячом. То есть вот у меня сын ходит в хоккей не так давно, он прям смотрел, и я понимаю, что для него это будет вообще обалденный пример, что вот здорово играть, выигрывать, наоборот, проигрывать. Да, спасибо, просим прощения, что прерываем, просто завершается у нас время. Спасибо за этот комментарий такой развернутый. Спасибо. Алексей Андреев возглавлял отдел по делам молодежи и администрации нашего города с 2011 по 2017 годы. Да, действительно, на Олимпиаде в Сочи Россия была первой. Я соглашусь с вами, Николаевич, что мы могли бы на этой Олимпиаде претендовать на... На место пятерки, точно, да. Спасибо, завершается мужской понедельник. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин